Мы уже рассказывали в одном из наших выпусков историю 28-летнего славянца Стаса Кузнецова, у которого обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Сейчас парню требуется дорогостоящая операция. Эта новость очень быстро разлетелась по всему интернету. Тысячи людей не остались равнодушными к чужой беде и отправили свои средства на специальный счет Стаса. А многие жители Славянска организовали в его поддержку благотворительные акции. Имена этих благотворителей легко найти в социальных сетях. Мы же решили встретиться с некоторыми из них. Радостью поможем горю. Под таким неофициальным лозунгом певица Анаит Кирыкосян решила организовать в одном из развлекательных заведений нашего города шоу-программу, посвященную Стасу Кузнецову. Но один в поле не воин, потому Анаит подключила к организации акции своих коллег. Мысль пришла в одну голову, но если нас много, значит, будет ещё эффективнее. Мы сели, устроили мозговой штурм и пришли к выводу, что да, мы это можем сделать, и мы это сделаем. И сразу же, буквально в этот же день, я опять же в Инстаграм выложила объявление. Отозвались музыканты со всех городов, вплоть до того, что с горячего ключа едет музыкальная группа, наш Дом культуры, танцевальные коллективы, наши фотографы. Все приглашённые принимают участие в развлекательной программе на безвозмездной основе, а половину вырученных от мероприятия средств Анаит отправит на счёт Стаса. Это не первая благотворительная акция, которую организовывает Анаит, и она уверена, что не последняя. Девушка признаётся, что никогда не сможет пройти мимо чужой беды. Даже выложив в соцсети этот репост, мы, каждый человек, наш родственник, наш знакомый, лично я по себе, я вдохновляюсь этим. Мои родственники, мои друзья, каждый какую-то определённую часть суммы, но перечислили. Мы все волшебники. Так мир будет лучше и добрее. Ещё одна из списка благотворителей – Маргарита Сидоренко. Видеть окружающий мир через объектив фотокамеры – это часть её работы. Со Стасом лично она не знакома, но, узнав о его недуге, в стороне не осталось. В соцсетях Маргарита организовала лотерею. Вырученные средства с розыгрыша поступят сразу на счёт Стаса. Лотерея заключается в том, что я продаю 30 номеров по минимальной стоимости 100 рублей. Получается, потом генератором случайных чисел я выбираю трёх людей, трёх победителей, им будет от меня бесплатно фотосессии. Благотворительность может восприниматься людьми по-разному. Для Маргариты это слово – прежде всего синоним слову «человечность». Я призываю всех людей делать добро, потому что кроме нас никто не поможет друг другу. Нужно быть добрее, входить в положение. Не дай бог, что может случиться это ведь с каждым. Десятки жителей Славянского района сейчас проводят подобные акции в поддержку Стаса. Но при подготовке материала оказалось, что многие из них предпочитают делать это без огласки. Да и наши героини не сразу согласились на интервью. Ведь благотворительность родни чуду. А любое чудо предпочитает совершаться в тишине. Продолжение следует...